здравствуйте уважаемые зрители по просьбе товарищей и друзей подписавшихся на мой канал я более подробно расскажу о том как изготавливать вот такие глазки для начала мы берем любую удобную для нас изоленту которой мы пользуемся в обиходе такую черную белую красную как вам будут угодно как видно из уже изображение мы находим вот такие брусочки которые имеются у нас в хозяйстве я подготовил подготовил для себя вот такой брусочек это отходы интуитивно пенополистирола пенопропилена пеноуретана любая поверхность которая имеет вот такую ровную и более менее упругую поверхность мы берем изоленту и отрезаем клеющей стороной так чтобы она была у нас вверх как видите палец прилипает поэтому для того чтобы она у нас не уходила куда-либо в сторону я прикалываю вот так вот булавочками пенополистиролу можно использовать двухсторонний скотч но это дорогое удовольствие это дешево сердито и быстро это мой принцип в качестве блестящих элементов можно использовать если имеется в хозяйстве вот как у меня вот такая коробочка с разными блесточками я ее выбираю какие мне нужны по диаметру потом подкрашиваю если у вас такого нет значит вы можете спокойно зайти магазин галантереев который продается в достаточном количестве вот такие блестки в бижутерии такого типа или же вот как у меня есть другого типа блестки и по порядку с вами мы теперь начнем закрепили вот так изоленту теперь я беру снимаю аккуратно не касаясь блестящей поверхности по торцу свой элемент который я буду клеить и сразу подхватывая вот у меня имеется имеется у меня вот такой пинцет и сразу я вот так подхватил можно вот так взять как будет удобно сильно не сжимать и теперь я на место где у меня будут глазки я вот так приклеил на изоленту закрепил на изоленте беру вторую потому что желательно иметь сразу подготовленную пару стараемся не брать руками работать пинцетом потому что потом наш клей будет плохо положиться на поверхность сейчас я сделаю небольшую паузу и хотя бы с десяток подготовлю разного калибра чтобы вам было понятно и приступим к следующей операции вот я подготовил определенное количество блесточек теперь для того чтобы мы могли дальше продолжить давайте попробую немножко приблизить для вас вот так будет лучше мы берем обыкновенный спиртовой фломастер как я уже показывал неоднократно и выбираем какие мы себе будем делать глазки допустим эти у меня уже были сделаны белые я беру закрашиваю полностью аккуратно всю поверхность и вторую пару вот у меня средние хочу я еще себе парочку сделать больших значит подготавливаем следующую пару и есть у меня немножко как розовый попробуем сейчас его сделать сейчас чистая вышла попробуем сделать розовой до хороший розовый цвет покрасили и давайте мы сделаем еще одну пару тоже розовенькие подготовили теперь для того чтобы дальше продолжить нашу операцию мы должны ну хотя бы минуту 5 7 дать хорошо подсохнуть нашему маркеру так как он по пластмассе может меньше после этого я беру обыкновенный лак для ногтей черного цвета и стараясь как можно аккуратней давайте вот так поставлю как можно аккуратней поставить точки в зависимости от того какой мы величины сделаем точку такой у нас будет и зрачок повторюсь не забывайте о том что но когда мы будем наносить наш клей у нас выйдет эффект линзы и за счет этого наш зрачок будет казаться еще больше стараемся их делать одинаковыми но если вдруг получается так что не совсем они одинаковые я тогда из всего общего количества беру и выбираю сколько мне нужно потратить буквально немного времени на это и пользоваться потом целый год по своей потребности очень даже удобно для меня не составляет допустим труда изготовить маленький или большой и его обеспечить глазками стример или или другую приманочку мушку жучка вот так продолжаем дальше ставить точечки наши лучше конечно делать строго по вертикали кисточкой пробовал я уже и пипеточками и разными палочками лучше чем вот этот вариант при условии что вы владеете хорошо своими руками как у меня как вы видите вышло вот так вот такая вышла у нас зрачки теперь мы даем возможность минут десять схватиться нашему лаку и после этого мы будем приступать к другой операции пока прервемся наши глазки почти готовы для того чтобы продолжить дальше я беру вот такую эпоксидную смолу это не реклама потому что другой у меня пока в наличии нет можно использовать клей для вейдерсов вот такой ультрафиолетовый он бывает в более твердом состоянии в более жидком состоянии но это значительно дороже вариант но гораздо быстрее набираем нашей смолы совсем немножечко и как видно вот я подведу так чтобы было видно я стараюсь перемешивать не отрывая от бумаги зубочистку для чего это делается для того чтобы меньше пузырьков воздуха образовалась в нашей эпоксидной смоле поэтому вот такое вот перемешивание как обычно вот лопаткой оно не годится мы загоняем воздух перемешали дали немножечко нашей эпоксидной смоле устояться чуть-чуть совсем немножечко и приступаем к нанесению берем каплю эпоксидной смолы опять же повторяю так чтобы вы знали что это у вас будет линза нанесли не трогаем она сама станет на свое место приступаем ко второму глазику точно так же поднесли дали коснуться капли и отпустили она сама растечется летом конечно гораздо хуже работать эпоксидка очень редкая зимой легче вот у нас так и продолжаем дальше следим за тем чтобы не было у нас пузырьков воздуха так и 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 для стримеров, и для воблеров. Изготавливать можно практически из любого материала, который блестит и отражает свет. Благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего. До новых встреч.